Продолжение следует... Борман, задай! Борман, лови! Борман, отдай! Борман, взять! Борман, отдай! Даня, иди молоко пить! Не хочу! Вечерняя сказка начинается, Даня! Борман, за мной! Добрый вечер, наши самые маленькие телезрители! Присаживайтесь поудобнее, потому что сегодня я вам расскажу удивительную волшебную... Садись! Сейчас твою Пчёлкину показывать будут! Никакая она не моя! В некотором царстве, в некотором государстве жила была царевна Несмеяна. Я такую ерунду уже давно не смотрю. К себе пошёл смотреть. Стесняется. Да, мужик растёт. И что за жизнь у ребёнка? Вместо папы пёс, вместо мамы телевизор. Ну а что, папа? Что, папа? Папа у нас ого-го! Угу. И где это ого-го? В телефоне. Что только не делал царь-отец, чтобы рассмешить свою дочь, царевну Несмеяну. Алё! Антон Васильевич! Ну всё в порядке, да. Я номера поменял. Да, на всех аппаратах. А, Даня, карточку на мобильном? Ну, обижаете? В первую очередь. Открывает он свою царскую палату для всех, кто пожелает быть его гостем. Но всё, царевна Несмеяна, была грустна. Никто не мог её развеселить. И продолжала царевна грустить и печалиться. До всех сторон съезжались и царевичи, и княжевичи, но ничего не помогало. Красивая женщина. У Даньки вкус есть. Отца пошёл. Их в телевизоре там припудрят. Так они все красивые. Никакой работы не боялся. О, кожись, пришёл. Выключай. Хлеб, синий. Папа приехал! Ты почему-то сих пор не спишь? Папа, мы завтра на лошадках поедем. Ты мне обещал. Ну, раз обещал, значит, поедем. Только не завтра. Завтра мы едем с тобой на телецентр. Меня будут по телевизору показывать. Ух ты, круто! Как Машу Пчёлкину. Круче. Меня в прямом эфире будут показывать. Я буду на вопросы отвечать. Ну, а ты почему не спишь? А? А ну-ка, давай в постель. Господь, отбой. Барвара Михайловна, вы можете ехать домой. Федя, отвези, пожалуйста. Хорошо. И смотри, завтра не опаздывай. Олю. Барвара Михайловна, я же тебя знаю, как облупленного. Барвара Михайловна, я же тебя знаю, как облупленного. Ну, во-первых, я соскучилась по нашему сыну. Ну, а во-вторых... Денег не дам. Хватит того, что я перечислил в нарколечебницу. Ты не можешь лишать ребёнка матери. Позови Даню, быстро! Во-первых, не кричи. Во-вторых, он уже спит. И, надеюсь, ему не ты снишься. Чтоб ты сдох! Это вопрос времени. Всего лишь вопрос времени, дорогая. Прощай. Ботман, на место. Субтитры сделал DimaTorzok Ай, Инн! Аккуратней можешь? Терпи, коза, а то мамой будешь. Вот, что настоящая любовь-то делает. Да больно же, Инн! Нежнее можешь? Нежнее? Это ты своего мужика в следующий раз спроси. Если бьёт, значит любит. Следующего не будет. А где жить собираешься? У Таньки домик за городом. Полчаса на электричке. Танька об этом знает? Мальчик, ты маму ждёшь? Нет, я не жду маму. Извините. Алло. Ты в буфете? Ага, пап. Как там? Скоро тебя будут по телевизору показывать. Скоро, скоро. Ну не скучай. Хорошо, пап. Девочки, нам нужно быстренько тончика положить. Эфир через десять минут. А раньше нельзя было подойти? Здравствуйте. Раньше нельзя. Работа. Здрасте. Да, а мы тут так просто на краю сцзашли. Давай, Инноль, эфир сорвёшь. Антон Васильевич. Да. Как только здесь закончите, сразу в студию. Я в аппаратную побежал. Да, у меня к вам просьба. Там в кафе мой ребёнок сидит. Заберите его, пожалуйста. Я ему обещал телецентр показать. Хорошо, сделаем. Маш, ты скоро? Студия давно готова? Подождёт твоя студия. У нас тут спецобслуживание бизнесменов. Ну-ка, 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 что это у тебя такое? Да грим не видишь? Это Сергей, что ли? Всё готово. Спасибо. Я могу идти в студию? Можете. Даже под венец. Хорошая мысль. А сколько у меня ещё хороших мыслей? Ой, Машка. Не в той-то редакции работают. Видишь, куда потенциальные женихи уплывают. Думаешь, он холостой? Да. До ужина точно холостой. Ну что, теперь будем невесту делать? Да не умирай ты, Мань. Ну что за странией такую? Маш, забудь. Да мужиков больше, чем рыбы в океане. Извините. Пойдём, пойдём. Сейчас папа показывать будет. Пойдём. Ладно, Маша, идём в студию. Господин Будаев, в прессе часто муссируется вопрос вашего меценатства. Вы действительно реставрируете храмы? Ну, это только связано с высотными работами. Купола, кресты, звонницы. Это всё бесплатно для православных конфессий. А скажите, Маша Пчёлкина из «Вечерней сказки» в этой студии снимается? Нет, она в соседней. Хочешь посмотреть? А можно? Конечно. Пойдём. Родился в 62-м году в городе Волковыске. Знаете такой город? Нет. Это Белоруссия, Западная Белоруссия. Гронинская область. Машка, ну давай, соберись. Финальчик дописать надо. Давай, солнышко. Внимание, работаем. Улыбайся. И закатили они пир горой. И жили потом долго и счастливо. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец. Отлично, снято. Молодец, Маша, всё. Нравится? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, петлички мы снимаем, они уже не нужны. Подожди, я пошёл. Всё, переставляем рога. Я не хочу сам, сам сниму. Прошу. Девочки, проходите, пожалуйста. Здесь свободно два места. Машенька, кофе как всегда? Да. Хорошо. А, Ирочка, и два коньяка по пятьдесят. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо, я не буду. Маш, надо. Тань, меня ребёнок узнал. Не хочу портить впечатление. Поговорим об этом потом. Он в наушниках, он ничего не слышит. Как все мужчины. Танюш, я поживу немного в твоей загородной резиденции, можно? Ой, да ради бога, живи сколько хочешь. Только осторожно, там злая собака сейчас, подожди. Дурная собака у соседей. Собаки не дурные животные, собаки умные животные. Вот видишь, всё они слышат, когда им надо. А вы Маша Пчёкина из «Бечерней сказки»? В жизни вы другая. Хуже? Не очень. В жизни всё, малыш, хуже, чем в сказке. Ваш коньер, пожалуйста. Я не малыш, я Даниил. А можно с вами сфагадрафироваться? Мама, я сегодня не в лучшей форме. Ну, Маш. Ну, тебе, конечно, можно. Давай. Ну-ка. Давайте, улыбайтесь. Оп. Так пойдёт. Вроде получилось, да? Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Даня, мы очень торопимся, так что прощайся с дамами и пошли в Машу. Папа, это не дама. Это же Маша Пчёлкина. Чудный у вас ребёнок. Спасибо. Я старался. А что, только вы старались? Я больше. Ну что ж, извините. До свидания. До свидания, сказал? Пока, Маша. Пока-пока. До свидания. И когда это они стараться успевают? Давай, залезай. Давай, залезай. Папа, а почему ты Машу в гости не пригласил? Как-нибудь в другой раз. Ты даже у неё телефона не спросил. По-моему, ей жить негде. А ты почему так думаешь? Я не думаю. Я знаю. Откуда знаешь? Подслушивал, что ли? Ну, нечаянно. Давай возьмём её к себе жить. Дань, мы уже боцмана взяли. И что? Кто обещал её выгуливать, а? Ну, её же выгуливать не надо. И луж делать не будет. Давай возьмём. Ну, пап. Дань, не говори глупости. Не может же она просто так прийти к нам и жить? А почему тогда у нас дядя Максим неделю жил? Ну, ты сравнил. Всё, Дань, не говори ерунды, а? Значит, никогда у меня не будет мама. Дань, давай поговорим об этом дома. Хорошо? Я сейчас очень тороплюсь на работу. Ты всегда так говоришь. Ты меня не любишь. Ой, как плохо получилось. Вам надо выжить одежду. Едем к нам. Ничего страшного. Всё в порядке. Вы извините, это я виноват. Но мой сын действительно прав. Вам надо поехать к нам. Да нет, нет, правда, не стоит беспокоиться. Да нет, пожалуйста, поедем. Ну, это просто смотри. Шесть. Да. Раз. Да нет, Миша. Два. Давай разруливай сам. Три, четыре, пять, шесть. Я сегодня примерный отец. Ну, и что теперь? Давай, давай, привыкай. Три, приходи. Всё, пока. Мой ход сейчас? Да. Ну, нет, Данечка. Ну, не умей я играть в нарды. Ну, давайте в карты сыграем. Ну, давайте в карты сыграем. Ну, или верю, не верю. В дурака, в дурака. На что будем играть? На желание. На желание. На желание. На желание. Если выиграю я, то папа отключает свой мобильник. А Маша рассказывает пять вечеров сказок. Ставки принимаются. А если выиграю я, то Будаев-младший вовремя ложится спать. А Будаев-старший? Интересно, интересно. И что Будаев-старший? Ну, я ещё подумаю, что Будаев-старший. Ну, а если выиграю я, Даня двадцать раз отжимается. Легко. Ну, а Маша? Маша. Маша. А с Машей я не буду торопиться. Ну, что вы ставились? Давайте играть. Все, сказка пошла спать. Ну, еще одну, ну, прокажется, ну, пожалуйста. Нет, Данила, все, поздно уже. Тебе завтра в лицей вставать. Ну, Маш, ну, еще одну, ну, коротенькую. Ладно. Шёл человечек по горам и по лесам. Шёл, шёл, шёл и падал. Но поднимался и снова шагал, шагал. Шагал, шагал, шагал. Маша, я тебе одну тайну расскажу. Ты меня не выдашь. Когда я был маленьким, я разорвал мамин бусы и спрятал их под диван. Она искала и орала. Надо было ей сказать. Я боялся. Она была очень злая. А потом она меня ударила, а папа занёс её под холодный душ. А потом она ушла к своим друзьям. Ну, Даня, я думаю, ты не виновата. Она ушла не из-за тебя, а по другим, по взрослым причинам. А тебя она любит. Просто она немного... Легкомысленная. Да, точно, легкомысленная. Но она поумнеет. Но будет уже поздно. Поздно? Да. Всё, поздно. Пора спать, Данила, всё. Давай, укладывайся. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И что за девки нынче пошли, а, ни стыда, ни совести? Боцман! Боцман, ты мне скажи! Это что тебе так положено в порядочном доме, где дитё дрыхнет до семи часов? Нет, ты встань пораньше. Вещички тихонько собери. Да и пойди себе с Богом, пока люди добрые не видят. А то некоторые думают, что им будут тут кофе в постель подавать. А они будут спать почивать, как принцесса на горошине. Мы все это делаем. Машина, я не знаю. Чёрт! Так не честно, ты мне опять в вечера сказок проиграла. Ну, я потом приду в гости и расскажу. Хорошо? Не бредёшь, все женщины врут. Маша, может, вы у нас всё-таки ещё погостите? Ну, вы прекрасно понимаете, что я больше оставаться не могу. Это выглядит глупо и неприлично. Понимаете, вы — единственная женщина, которая ему последние несколько лет на ночь сказки рассказывала. Да, и потом вы мне желание проиграли. А вы — мне. Прошу. Ставьте лайки, подписывайтесь. И я вам очень люблю. Да, и я очень люблю. В общем, мы говорим, что мы любим. Субтитры делал DimaTorzok Пока, Маша. Пока. Я буду скучать. Привет. Что вы на меня так уставились? Что-то случилось? Да нет. У тебя, оказывается, всё окей. Инна, идём устраивать допрос с пристрастием. Машка, ну-ка, Олесь, как ты его сделала? Это же круто, какой поворот. Ты каждый день теперь так на работу будешь приезжать, а? Да ничего я не сделала. И совсем это не круто. Ну-ка, подожди, Маш, Маш, Маш. Ну ты чего? Это обалдеть можно, какой поворот. Тебя миллионеры на работу подвозят. Маш, ну расскажи, ну как всё? Да ничего я не знаю. А, Сергей, звонил, говорили. Да, Сергей, это пройденный этап. Когда ты, кстати, разведёшься? Чего разводиться, если мы не расписывались? А, ну, тем проще. Вас что, на полдня оставить нельзя? Вопрос с подрядчиками решён? Подрядчики были вчера. Ну? Ну, а они настаивают на встрече лично с тобой. Миша! Вопрос надо решать! А не объяснять, почему он не решён. Леночка, кофе готов? Принесите, пожалуйста. Жениться вам надо, барин. Не дождётесь. Спасибо. Пожалуйста. Ну, что вы стоите? Идите, работайте. А вас, господин Лисовой, попрошу остаться. Ну, что там ещё? Через неделю индусы приезжают. А ты опять в экспедицию улетаешь. Кстати, когда? Через два дня. Ну вот! Ну вот! Встретишь, подготовишь бумаги. Я приеду, подпишу. Так вот, как стать стервой от меня? Про альпинизм, а тынки, дерзай. Да нет, девочки, я не смогу. Я вообще всё это не запомню. Надо сидеть, учить, заниматься. Вон, стервология. Горы какие-то. Да ну, нет. Ну, Маш, ну надо же потрудиться, чтобы получить такого мужика. Ну, изучи книгу про восхождение. Раздели его интерес. Маш. Нет, ты самое главное, выучи, как быстро выйти замуж. Методика супер. Я читала, оторваться не могла. Да я вообще там больше оставаться не могу. Чувствую себя какой-то приживалкой. Так, Маш, не дёргайся, а то я в глаз попаду. Ты изучи наизусть, и шпарь. Мол, люблю, горы, сил нет. Так же сильно, как замуж хочу. А если книжки увидит кто-нибудь? Господи, замаскируем. О, у меня Ахматова того же размера. Ну-ка, давай. Меняй. Отлично. Да, кстати, как там? После телевидения резонанс был? Конечно, был. Сегодня с утра все телефоны разрывались. А как там тебя? Но ведь ты из телевидения не с пустыми руками вернулся, а? Что, разведка донесла? Конечно, резидент тетя Ваня. Понятно. Ну, и как она? Забавная девчонка. Поживёт у нас пока. Да и Даня с ней веселее будет. Он всегда скучает, когда я в экспедицию уезжаю. Завязывал бы ты со своими экспедициями, всё-таки как-то не солидно. Ты президент большой компании, и... И жениться тебе надо. А тебе? Ну, ты ж знаешь. Вот и ты знаешь. Ты просто боишься старых речей. Ну, во-первых, ещё не старый. Ещё можно погулять. А во-вторых, честно? Честно. Боюсь. Полуношничаем. Плюшками балуемся. Что читаем? Поэзия? Угу. Да. Извините, я пойду спать. Поздно уже. Угу. Ну, идите. Рождённая дурой быть стервой не может. Ничего мне не получится. Ты запомни, Будаев, что я всё равно отсужу у тебя, Данила. Ты можешь менять телефоны свои вообще, хоть каждый день. У меня есть отличный адвокат, и я заберу у тебя всё. И твой дом, и твою машину, и фирму твою пущу с молотка. Передай своему адвокату протоколы твоего задержания в голом и пьяном виде. А также вызов в суд о лишении тебя материнских прав. И ещё. Пусть твой адвокат посмотрит заключение швейцарской наркологической клиники, из которой, как я понял, ты сбежала. Хорошо, давай мы это обсудим в нормальной обстановке, где-нибудь на Майорке. Поздно обсуждать. Прощай. Данила! Данила! Маша! Добрый день, Маша. Ой, здрасте. А вы умеете? Не получается, к сожалению. Цветнот. Я ведь послезавтра уезжаю. Куда? Да, горка одна меня ждёт. Это кто, гувернантка? Нет, это Маша Пчёлкина из вечерней сказки. Круто, а она тебе кто? Папина подруга? Да, это моя подруга. Алло. Да нет, я не могу сейчас разговаривать. Я не хочу с тобой разговаривать. Что, какие-то проблемы? Нет, всё в порядке. А вы проще к этому относитесь? Вам удавалось когда-нибудь легко расстаться? Ну, смотря с кем. С женщинами. Да, ну, знаете, букет рос, записка, ты была прекрасна, с благодарностью, ну и прочее. Хороший способ. Хорошо, что не мачеха. Мачехи все злые. Они из-за пап из-за денег замуж выходят. А потом заводятся и любовников, вот и Никиты там. Никакая она не мачеха. Ну, накатался? Было здорово. КОНЕЦ these. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Как выйти замуж? Я себе представляю. Да, в гору пойдёт. Ну, туда ему и дорога. Всё выше и выше. Да пошёл бы он. Главное, чтобы не возвращалась. Ну, ничего, оттуда редко возвращаться. Ой, девки, чувствую, загуляем. Ой, загуляем. Да. Как-то я работу брошу. Нет, мне работа нужна. А как же я с тобой буду встречаться? Слушай, я такую себе рубашку купила. Ну, ночную, да. Такой эрутик. Увидишь, обалдеешь. Антон, так как тебе? Нравится? Нравится. Только он какой-то жёсткий. Серьёзный мужчина. А как Регинка задурила, так он совсем свихнулся. А Регинка – это жена? Да, бывшая, слава богу. Я тогда по соседству с ними жила. Они сначала жили хорошо, ничего. А потом Даня родился. Да ты ешь, ешь блинчик-то, ешь. А потом у Антона такие денжища пошли. Так она, как будто с ума взбесилась. Сначала тряпки, машины меняла. Потом мужики. Я видела, но Антону, понятно, не говорила. А потом наркотики, пьянки. Даньку совсем забросила. А он её всё лечил. А потом уж доктора сказали. Не болезнь эта, а только дурятна. Данила! Ничего страшного, я сейчас застираю. Сколько раз тебе говорить аккуратнее за столом? Поесть девчонке не дал? Подумаешь, девчонка, ты чётка взрослая. Только притворяется всё время. Тебе, Данила, мать нужна. А Антону жена. Вы без женской ласки одичали совсем. Не нужен нам никто, никакая мать. Ну, прямые оба. Вот у тебя, Ботсман, есть мать? Нету. И ничего же, живёшь. О, господи, как же страшно-то, а? Чего сюда залезла? Ой. Маша? Даня, отец звонил, скоро приедет. Пей молоко. Но всё, царевна Несмеяна, была грустна. А зачем вы туда забрались? Да понимаете, тут котёнок сидел. Он... Ой, господи. Успокойтесь, успокойтесь. Во двор забежал, испугался Ботсмана и... Держитесь. Сейчас я вам помогу. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец. Ну что, война? Ну, вот... Ой. Вот... Слезли. Обними меня. Ну, обнимаю. Успокойся. Не отпускай, хорошо? Не отпущу. Никогда, никогда. Антон. Никогда. Ну, чего? Я сегодня отдыхаю. Завтра уже лечу. Что, без меня никак? Ладно, я скоро буду. Давай. Давай. Ну, скажи, ну, мне-то ты можешь сказать, а? Леночка, Ленусик. Кофе? Антон Васильевич. А, нет. Давайте-ка нам шампанского, а? Шампанского? Да, Леночка, и быстрее. Ну, я надеюсь, под шампанское ты мне расскажешь, а? Что еще, что еще хотела? Вот и оно, шампанское. А, Леночка. Да? Скажите, чтобы купили цветы и отправили ко мне домой. А какие цветы? Леночка, не задавайте лишних вопросов. Самые дорогие. А кому там вручить? Ну-ка, брысь. Ну-ка, брысь. Ау. Ау. Есть кто живой? Привет. А где папа? Давай, двигайся. Он просил передать, что вы можете ехать к тебе домой. Ну, что ты такое говоришь? Папа не мог мне такого передать. А вот смог передать. Ну, вот папа вернётся, и мы с ним обсудим этот вопрос. Нечего обсуждать. Советую собирать вещи и идти. Даня, что происходит? Подожди. Опа. Федя? А это что? Ну, как что? Розы? Мне? Ну, не тёте же Варе. Естественно. КОНЕЦ Ну, за что он так со мной? За что? Да, понимаешь, у них, у мужиков, эмоциональный кретинизм. Он? Плевать, я с ним больше не увижусь. Так, Маша, будь осторожней, в случае чего я здесь. Маша, можно тебя на минуту? Я жду. Что случилось? Почему ты ушла? Ты меня спрашиваешь? Маша, я бросил все дела. Я ушел с работы. У нас остался всего один день до моего отъезда. Не надо этого ничего. Переспали и все. Как ты там обычно пишешь? Ты была прекрасна. Грех не воспользоваться, если девушка сама в дом пришла. Правильно, может мне объяснять? Маша, Маша, посмотри на меня. Какая муха тебя укусила? Меня не укусила. Я розы получила. И Даня. Что Даня? Ничего, Даня. Но розы. Тебе не понравились цветы? Ты сам рассказывал, что когда расстаешься с девушкой навсегда, посылаешь ей розы и записку. Ты была прекрасна. Маша, я пошутил. И потом, там ведь не было записки? Не было. Ну вот. Все. Ночь, все такое. Пора по домам. Так, у тебя паспорт с собой? С собой у меня паспорт. И пропуск есть. Головы только нет. Ладно, безумная моя. Поехали. Никуда я не поеду. Поехали! Что ты делаешь? Она с вами никуда не поедет. Вы… Да не трогайте ее! Маш, я с тобой. Садись, Машина. Не трогайте ее! Отпустите ее! Знаете, и вы тоже поехали. Поехали, поехали. Свидетельницей будете. Я сама! Поехали! Вот так. Вот так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Миша. Да? Я женюсь. Да ты что? Антон, ты шутишь? Серьезно. Что, серьезно? Вполне. Когда? Прямо сейчас. Прямо сейчас? Да. Ты что, не рад? Да нет, я рад, конечно, рад. Только, слушай, мне же надо съездить домой, переодеться как-то. Смокинг вот. Ты что, Ленке уже позвонил? Она твой смокинг уже? Леночка. Антон, я не знаю, помещусь я в него или нет. Ну, я попробую. Захвачи шампанского. Хорошо, шампанское захвачу. Лена, шампанского! Уже несу. О, шампанское! Шампанское! Михаил Петрович, это ж в ЗАГС. Ах, в ЗАГС. Точно, в ЗАГС. Приехали. Пошли, встречай. Пошли, пошли. Хаа, выề захоте. Заходим, заходим, заходим. В ЗАГС. Хампанское вино? Так же поместились, пожалуйста, в стополизание. Опа! А теперь шампанское! А-а-а! Есть! Есть! А теперь пьём, пьём! А-а-а! Горька! 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 Ай, залови! Заходим! Заходим! Седа ждёт! Ай! Давай! Я, когда тебя увидела, сразу подумала, это ты. А ты что подумал? Что мне сложно тебя будет прокормить? Ты столько ела? Расскажи мне про любовь. Про любовь не умею. Не умею? Ну, это просто. Маша плюс Антон равняется. Ба! Спи, Боцман. Лежать. Ничего, ничего. Мы ещё посмотрим, Боцман. Спи, Боцман. Хочешь, я тебе сам сказку расскажу. Боцман. Боцман. КОНЕЦ. Маша, не трогай, пожалуйста, руками. Я помочь. Спасибо. Я сам. Не надо тебе ехать. Не бросай меня. Не надо тебе ехать. Не бросай меня. Если я не поеду, то… То что? Что тогда? То стану другим. Короче, возьми у Дани фильм «Вертикаль». Послушай Высоцкого. И всё поймёшь. Маша, я же просил, пожалуйста, не трогай. Ну что, даже прикасаться ни к чему нельзя? Нельзя, Маша. Даже, даже говорить об этом нельзя. Ну, как бы тебе это объяснить? Примета такая. С Данька у меня не клеится. Сказку отказался слушать. Да, вот это горе, так уж горе. Ты знаешь, он, по-моему, просто ревнует. Обычное мужское дело. Ну всё, мне пора. Я постараюсь приехать до отъезда. Хочу тебя проводить. Да уж постарайся. А я тебе кое-что скажу. Давай сейчас? Нет. Перед отъездом. Машка, кончай болтать. Все ждут уже. Две секунды. Даня. Даня, не могу до папы дозвониться. Передай ему, что я не… что у меня запись перенесли. Что я не приеду, я опоздаю, не успею его проводить. Даня, передай ему, что… Скажи, что я буду очень ждать, хорошо? Нет, нет. Передай, что я в аэропорт приеду. Ну, присядем на дорожку. Отключай мобильник. Приготовились. Смотри, чтоб слушался, Даня. Ну, проводишь меня? Конечно. Ну, пошли. Спаси и сохрани. Пап, а кто у нас за главного остается? За главного? Ну, за главного Маша, конечно. А я кто? Ну, а ты — заместитель. Мне так не нравится. Даня, это приказ. А приказы? Не обсуждаются. Правильно понимаешь. А что случилось? Тебе же Маша нравилась. Ну, а вдруг она драться будет? Драться будет? Ну, если будет драться, разжалуем замы боссмана. Или уволим. Да, кстати, передай ей вот это. Не забудь. Не забудь. Она сегодня не придет вообще. Это почему же не придет? Она звонила? Нет. Ну, вот сейчас. Где она шляется? Ну, и лексикончик у тебя. Придется заняться твоим воспитанием вплотную. А то у тети Варина хватался, да? Ну, все, давай. Пока. Но... Пожалуйста. Проходите. 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 Проходите, пожалуйста. Девушка, мне надо. Извините, посадка окончена. У меня там муж. Я ничем вам не могу помочь, извините. Даня, может, поговорим? Не хочу. Ладно. Отложим разговор. Дань, я тебе сказку сочинила. Сочиняйте, Маша, на своем телевидении. По-прежнему не хочешь со мной общаться. Продолжение следует... Так, здесь лежали помидоры, я их откладывала. Я их выбросил, они испортились. Я их для борща откладывала. Поехали. Погоди. А Маша где? Заболела. Едем без нее. Погоди, может, врача вызвать? Да не, женские штучки. У-у-у! Так, молодой человек. Бананы любим, да? Как же ты меня достал! Теперь тебе конец. Один раз мама это уже сделала. Дурак ты, Даня. Завтра я уеду. Маш, кофе стынет? Иду, иду. Ешь. Из папиной чашки буду пить только я. Даня, сядь ровно и рюкзак убери. Ты же за столом. В районе схода лавины находилась группа альпинистов, которые входили также и граждане Российской Федерации. Спасатели приступили к поиску, но связь с лагерем до сих пор не установлена. Найдено тело одного из альпинистов. Смерть наступила в результате многочисленных травм. О судьбе остальных участников восхождений пока никаких сведений нет. Алло. Алло, Данечка. Это дядя Миша говорит. Скажи всем, чтобы не волновались. Я сейчас подъеду. Давай пока. Звонил лесовой, сказал, что скоро приедет, чтобы мы не волновались. Поисковые работы в районе бедствия затруднены сложными метеоусловиями и опасностью схода новой лавины. Вот эта вот зона, которую вот отметили спасатели, она вот тело нашли не здесь, а вот здесь. Извини. Ну, я думаю, что, скорее всего, он тут. Леночка. А? Ну, что говорят австрийцы? Заргут, говорят. Приезжайте, говорят. Виза открытая. Слава Богу. Ну, так вот, смотри, если вы долетите на самолете до вот этого вот места, смотри, вот тут на плату. Скорее всего, после этого прибутите пешком. Да. Компания «Пик коммунизма». Секундочку. Спортивные газеты требуют комментарий. Маш! Маша! Поработай, а. Вот. Значит, смотри. Сегодня сформирована группа спасателей из опытных горновосходителей, которые в это время готовятся к отправке к месту катастрофы. Да, вы совершенно правы. Финансируют компании. Этот вопрос не в моей компетенции. Всего доброго. Я с собой пару пакетов первой помощи на каждом из прибавших. Вот этот склон. Смотри внимательно. Очень опасный склон. Я был там. Ничего там хорошего нет. Я знаю. Бывало и хуже. Есть супер бронь. Регистрация через час. Витя, между прочим, уже в аэропорту. Все. По коням. О, как все запущено. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Солнце мое, у тебя горе. Ты убитая горе вдова. Для всех. Для пресса особенно. Но здесь же нет никакой пресси сейчас. Ну расслабься. Лапочка моя, сейчас не время расслабляться. Надо хорошо поработать. Тихо-тихо, у тебя есть шанс стать миллионершей. А у тебя мужем миллионершей. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо. Ты должна вызывать сочувствие, сочувствие. Понимаешь? Ты — мать наследника. Мать? Хозяйка фирмы. Хозяйка? Ты поняла меня? Поняла. Слушайся мне, и мы получим все. Все, 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 все. Умница, вот и замечательная. Ну все, я устала. Федор, а ты хорошо в женщинах разбираешься? В ком? В женщинах. Я, я в машинах хорошо разбираюсь. А женщины любят тех, кто хорошо разбирается в машинах. Они очень любят ездить. Поверь, я уж хорошо знаю. Как ты думаешь, она хороший человек? Я не думаю, я знаю, что Маша очень порядочная женщина. Откуда знаешь? Ну, раз она на меня не запала, значит, точно порядочная женщина. А на папу запала? Я так свою машину не люблю, как она твоего отца. Точно знаешь? Да, как правило, дорожного движения. Она не то, чтобы запала. А так, знаешь, сходу врезалась. Я же вижу, позади ее за руль. ДТП гарантировано. Ты помнишь ту передачу по телеку? Я вышел во двор покурить. Подхожу к своей машине, смотрю, кто-то там есть. Открываю дверь, и она в уголочке забилась. И так тихонько плачет. Понимаешь? Актрису. Нет. Актрисе публика нужна. А здесь человек плачет. Так тихонько, чтобы никто не видел. Понимаешь? Ну, я давай ее успокаивать. А у нее истерика. Данила, скажу тебе честно, я позавидовал твоему отцу. Так что, Данила, не верю я тебе. Скажу тебе откровенно, не сориентировался ты, братан. Ты меня понял? Понял. Думай, думай. Папа приехал! Мама, какое горе, какое горе, какое горе. Бедный мой мальчик, бедный мой мальчик. Я так рыдала, вообще как безумная, просто как безумная. Здрасте, кого не ждали. Так, Варю, убери мою шубу. Для кого Варя? А для кого Варвара Михайловна? Ты мне здесь давай не бурчи, разбери мои вещи. Я столько раз папе говорила, что горы не доведут его до добра. Боже мой, бедный сынок, а почему ты так бедно одет, а? Я тебе хорошие вещи привезла от Габана, а почему ты так подстрижен, как лох? Тебе вообще не идет. Что ты стоишь, Федор? Что ты стоишь с толпом? А что? Я могу истанцевать. Не надо танцевать! Иди расплатись с таксистом, принеси мои вещи. Ну что? Мама, ты к нам надолго? Я навсегда. Пока папа не приедет. Есть вещи, с которыми тебе придется смириться. Ты уже взрослый мальчик, ты должен это понимать. Ты не веришь, что папа приедет? Куда вещи-то класть? Ну что ты их тащишь? Ну это дорогие чемоданы. Аккуратно подними их в мою комнату. Там Маша живет. Кто такая Маша? Это что, новая няня? Это кто такая? Возьмите ее и переселите в другую комнату. Я хочу в свою. Что непонятного? А что ты раскомандовалась? Так. Знаешь что, Данечка, иди-ка поиграю в что-нибудь. Я тебе, между прочим, паровоз привезла. Так, это что такое? Это чья собака? Почему эта грязная собака пачкает мою мебель, мои ковры? Уберите ее отсюда! Пошла! Пошла быстро отсюда! Пока папы нет, Маша за главную, а после нее я. Угу. Это что, папа так сказал? Да. Угу. Мне нравится, как ты воспитан. Теперь я здесь буду жить. Вот папа приедет, и разберемся. Ты должен смириться с одной мыслью, что папа больше с нами жить не будет никогда. Ты чего приперлась-то? За ребенком кто-то должен присматривать. Ты на него прав не имеешь. Ой, да ладно. Все я на него имею. Вот здесь ты ошибаешься. Суд отложили. А за ними ни мысца его вообще не будет. Я, между прочим, мать наследника. Так что быстренько иди распакуй мои вещи. И бегом налей мне в ванну. Пусть тебе враги мои наливают. Поняла? Ступай. Алло, Света? Здравствуйте, Светочка. Это я, Регина. Да, прилетела. Ну вообще все отлично, да. Ну что, Италия, обычная страна. Красивые мужики, хорошая жратва, хорошая одежда, да. Да. Не, ну на все можно лучше купить. А что? Ну не знаю даже. Да, а ты что, не знаешь, Будаев мой пропал? Да. Да, с концами вообще. Ага. Нет, ну ты ко мне приезжай, потому что мне нужна прическа, начисать так, я не знаю. Нет, красить я не буду, потому что в Милане сделала шатуш. И Марину, пожалуйста, прихвати, потому что нужно макияж и с ногтями беда. Да, поняла меня? Все. Ну привет, подруга. Здравствуйте. Да ты можешь не дергаться. Можешь пожить здесь пока, задания присмотришь, только вещички свои собери и спускай в гостевую комнату, так сказать, к выходу поближе. Хорошо, Регина, я присмотрю задания. Мне сейчас просто вообще им некогда заниматься, потому что у меня презентация, потому что у меня сейчас пресса, потому что у меня вообще настоящий цитнот. Антон вернется, Регина. Ты с ума что я сошла? Ты вообще в горах была? Нет. А я была. Тебе сказали, что такое лавина. Лавина – это ужас. Ужас. Дайте привести себя в порядок. Было бы, что в порядок приводить. Не забудь ребенка выгулять. Ну что, Данечка, пойдем помолимся? Я не умею молиться. Данечка, молиться – это все равно, что просить. Только очень-очень сильно, по-настоящему. Это когда просишь о том, без чего тебе ну никак нельзя прожить. Сними шапку. А сама? А женщинам не надо. День День Остался словно тенью. Тень Разбилась на мгновенья. Все Мы верили в надежду, В то, что будет все как прежде. Мне Быть может, не хватило сил. За это ты меня прости и поверь, Любимый мой. Ты Ты Иди Ко мне Хотя Во сне Прочь Ночь Нет Ты Не Можешь Уйти Нет Ты Дорогу Найдешь Свет Оборвался В пути Нет Ты Придешь О Уже прилетела Оперативненько Ну конечно, такое горе Надо держаться вместе Только по тебе не скажешь Ну а как ты хотел-то Чтобы у меня были черные большие мешки под глазами Я же все-таки еще молодая женщина А внутри у меня вообще просто Отчаяние Регина Брось придуриваться Я ведь тебя знаю Ну что ты как неродной Не поцелуешь меня Не обнимешь Сто лет же не виделись А ну прекращай свой спектакль А ты зря со мной такой грубый Между прочим, для тебя сейчас невыгодно Не в твоих это интересах Да? Да А ты не поторопилась? Все останется на своих местах И Антон будет управлять фирмой Ну конечно Прямо с того света и будет управлять А ты будешь получать Деньги на свое лечение Хотя От дурости не лечат Пошел вон! Ты уволен! Ты халуй, ты никто Ты мелкая сошка А я хозяйка Сам небось ручки вот так потираешь Да? Изображаешь из себя верного друга А сам небось рад думаешь, что фирмой завладеешь Вот тебе! Тьфу! Это ты здесь никто И уволить никого не можешь А я так понял, что ты не в курсе Что? Региночка, дорогая Что? Ты не в курсе Что Маша Законная жена Антона Мелочи приятна Мелочи приятна Алло, Боря Боря, это я Ты представляешь, я этот придурок женился Да-да-да-да Что? Все, я буду умницей, хорошо Ты все разузнаешь, да? Все сделаешь, да? Все хорошо Угу Данечка Давай попробуем поспать Не надо это смотреть Тебе не надо, а мне надо Я тебя понимаю Я в норме Данечка, нам надо продержаться до папиного приезда Нам надо быть очень собранными Папа вернется Ну? Чего звал? Долги надо отрабатывать, дружок Свободныч подорожало, но и твое ремесло в цене Я Свои долги помню Ты говори конкретно, чего надо Дело пустяковое Девица абсолютно левая Никто за ней не стоит И тогда мы в расчете Фото, координаты Вот это нормальный разговор Ну вот, это мой дом Ну вот Ты машину мою закрыл? Закрыл Ну давай, вот шуму возьми Что? Ну все, проходи Проходи, сейчас будем танцевать Проходи Мой охранник Свободен Сейчас, сейчас мы будем танцевать Между прочим, там Даня спит В этом возрасте они спят очень хорошо Ты свободен, иди Ну что ты стоишь, ну как истуканы Ну иди, ну не зли меня, иди Ну давай Угу Погружи меня. Что? Сильней, сильней. Вы Даню не видите? Не мешай, иди отсюда. Да, нет. Пойдем домой. Я не пойду домой. Я тоже туда не хочу. Мама будет волноваться. Не будет волноваться. А тетя Варя? А Федор? Позвони им и скажу, что мы уехали. Так, все, Даня, хватит. Войдем. Хватит, вставай. Войдем. Не хочу. Ну, что мне с тобой делать, а? Ты машинди, если хочешь, но я не пойду. А папа? Что я ему скажу, когда он вернется? Что я тебя бросила одного? Теперь мы втроем бездомные. Нет, Даня, у нас с тобой есть целый дом. Ну, поживем там немного, пока папа не вернется, да? Все, пойдем. А то на автобус опоздаем. Я папе не скажу, что ты меня ударила. Спасибо. Я сама ему скажу. Зря, а он этого не простит. За мной, Ботсмин. Дура, нужно же думать, хоть иногда, головой своей пустой. Ты мой адвокат, ты думай. Да, я адвокат, только денег от тебя еще не видел. Зато билет тебе оплатил из Милана. Да я уже почти миллионерша. Вот именно, что почти. Когда он с этой манией расписался, Дома не вообще нереальная девка. Она вообще где-то в облаках витает. Ну и где эта нереальная девка в данный момент? Что конкретно она сказала? Куда они пошли? Да я не знаю, куда они пошли. Не знаю. Пиши. Что писать? Заявление пиши в милицию. Что писать-то? У меня пропал сын. Есть веские основания предполагать, что он похищен. Не так быстро. Есть веские основания предполагать, что он похищен. Предполагать или предполагать? Предполагать. Цель выкуп. И присвоение фирмы. Число подпись. Догадливая. Электричества нет. Мобильник разрядился. А вдруг папа будет звонить? Не волнуйся. Завтра дадут свет. А вдруг не дадут? Все будет хорошо. Засыпай. Маш, мне надо у тебя спросить. Спрашивай. Ты зачем тогда по телефону так про горы говорила? Не помню. Про какие горы? Там в горы пойдет. Данечка, я не помню. Я сто раз по телефону говорила. А с кем я говорила? Не знаю. Но я очень насердился. Даня, я не помню. А что еще я говорила? Ну, про ночнушку. Да, Аня. Ты зачем женские разговоры слушаешь? Тебе не стыдно? Тьфу. Подожди. Это же я с Танькой говорила. Точно. Она сказала, что начальник на повышение пошел. А я ответила, что шеф в гору пошел, туда ему и дорога. А ты что подумал? Ты меня простишь. Данечка. Мы же про начальника говорили, а не про папу. Бедный мой. И ты все это время думал. Вот видишь, как вредно подслушивают. Бедненький мой. Дурачок. Как был одет ребенок? Я не помню, потому что не я его одевала, его одевала Маша. Это та, с которой... Понятно. А когда последовал звонок? Ну вот он так сразу вот и последовал, да. С угрозами, требованием выкупа, да? И знаете, позвонил такой, ну, мужу чище. И у него такой голос, знаете, был грубый. Он мне сказал, миллион или мы порежем ребенка на куски. Что-то вы ничего не знаете, а? Никак ребенок одет, нигде эта ваша Маша живет. Ну, я рассказала, что я только вернулась из Милана. Я приехала, а тут такое горе. Фото привезли? Да. Принесла. Вот, пожалуйста. Да не ваше фото. Ребенка и этой Пчелкиной. Я просто хотела все последовательно показать. Не надо последовательно. Вот, хорошо, спасибо. Это заберите, это не нужно. Вам не надо это? Не надо. Я вообще так нервничаю, пожалуйста. Вы его найдете? Не переживайте. Найдем. Не переживайте, мы вам позвоним. Пойдемте. А что? Свяжемся. До свидания. До свидания. А вы обязательно его найдете? Обязательно. Позвоните. Позвоним. До свидания. Угу. Нет, ты видел, а? Ребенка у нее украли. С бодуна померещилась? Ну что, в розыск подаем? А ты видел, как она ноги задирала? Шарон Стоун тоже мне. А мобильники проверь. За такие бабки кого угодно наймут. Понял. Данька, ешь по-человечески. А сама? Я ем. О, свет дали. Ну вот, я же говорила, что все будет хорошо. Попробую набрать папу. Нет связи. Это письмо от папы. Что ты такое говоришь, Даня? Он тебе оставил, но я тебе его не дам. Человечки. Ментовская техника не подводит. И что, вот так вот можно позвонить? От любого кому угодно? Можно. Даже президенту от премьера. Только не советую. Маш, папа звонит. Алло, алло, папа, папа, ты где? Дай мне. Антон, ты где? Не мешай, так ничего не понять. Алло, Даня. Даня. Даня, мы связались с твоим папой. Спасатели пока выйти не могут. Не могут выйти спасатели. Обстановка лавина опасная. Дань, папа волнуется. Почему ты не дома? Где ты, Дань? Папа переживает. Мы с Машей в Авдеевке. Это по пути в аэропорт. Что с папой? Как он? Авдеевка. Что ей требовалось доказать. Ай, черт. Связь обернулась. Кто это был, Данечка? Не понять. Либо Макс, либо Витек. Они с папой говорили по телефону. Значит, он жив. А Авдеевка это у нас где? Да знаю я где. Там и села-то три дома. Вот сегодня и решай. Только смотри, пацана не за день. Пацан нужен живой. Да сделаем, сделаем. Ма, мам. То есть Маш. Ну не плачь, он доберется. Дойдет. Да, он дойдет. Он храбрый, он смелый. И мы его очень любим. Товарищ полковник. Садитесь. Ну? Что у вас там с похищением этого пацана? Мы отследили его мобильник и обнаружили сигнал в районе села Авдеевка. Круг знакомой этой Пчелкиной отработали? У одной из ее подружек в Авдеевке дом. Разрешите действовать? Похоже, алкоголичка не пошутила. Давайте быстро в Авдеевку. Угу. Едем. Да кто так будет? Как ты смеешь? Слушай, деточка, я поставил на тебя, я засветил в твоих делах свое имя, я вложил в тебя свои деньги. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, ты поняла? Да ты там заводишься, Боря! Я так делаю все, что ты просишь! Ты пошла к ментам, пьяная! Они увидели не трезвую дешевочку, а не респектабельную даму. Да? А если нас вообще привлекут в задачу ложные показания? Остынь. Я читала, я знаю. Не привлекут. Откуда мы знаем, кто звонил? Может, пошутил кто? Проверить это невозможно, да и свидетелей у них не будет. Так не бывает. Алло. Миша. Антон, ты? Да, я. Ну, ни хрена себе. Ты, ты когда? То есть, ты где? Я в аэропорту. Жду тебя. Я лечу. Я мигом, Антон. Я мигом! Я мигом, Антон. А в авдейске. Да. Понял. Говорите адрес. Авдеевка 2. Я очень волнуюсь. Ага, понял. Не волнуйтесь, Таня. Спасибо. Спасибо. Фёдор, это Лисовой. Передай тёте Варе, чтобы не волновалась. Машка с Даней в Авдеевке. Ага. Не выдержал парень мамашу. Из дома сбежал. А она его от греха подальше забрала. Слушай, Авдеевка это где-то рядом с аэропортом. Так что мы их на обратном пути заберём. Всё, не волнуйтесь, ждите. Всё, Данька, пора ехать домой. А то папа приедет, а нас нет. А папа приедет и сам нас отсюда заберёт. Дань, он даже адреса не знает. А свет дадут, и мы ему позвоним. Маш, я не хочу здесь с папой домой. Ну что мне с тобой делать? Я! Я! Ай! Маша, ну скажи мне про человечка. Маша, ну скажи мне про человечка. Сейчас. Так. Человечек шёл. Всё выше и выше и выше и падал. А почему у нас горы жёлтые или красные? Ну, горы. Ну, это на них тюльпаны зацвели и маки. Пойду с Боцманом погулять. Только застегнись, на улице холодно. Боцман, за мной! Боцман, иди гулять. Даня, подожди, шапка! Даня, пейте! Папа! Тихо, всё в порядке. Помогите! Сэм! Пустите! Не трогайте мою маму! Маму? Да, маму! Боцман, фу! А кто ж тебя тогда похитил? Никто меня не пощичал. Мы с мамой ждём папу. Ладно, поехали в отделение. Там разберёмся, кто у нас мама. Пусти её, отпусти! Пошли! Пусти! Папа, папа, ты вернулся! Маш! О, Господи! Что здесь происходит? Папа вернулся. Ты что-нибудь понял? Так, надо всех в отделение везти, там разберёмся. Подождите! Что, подождите? Извините. Это мой сын, а это моя жена. Так что никакое отделение невозможно. Мы едем домой. Да? Вы слышали? Мы едем домой! Всем стоять! Стволы на землю! Положите оружие! Это мой сын, положите оружие! Пусть баба подойдёт, снимет наручники. Папа, папа, помоги! Папа! Доня, беги! Лежать! Держи его! А? Поехали, родивый! Сейчас ты нам раскрываемость повышать будешь! Звони в контору. Пусть эту лжемаму разыскивают. Ага. Ей хороший адвокат сейчас не помешает. Понял. Корман, машина! Аккуратно. Аккуратно. Ну что, по коням? Ресторанчик отметим, я уже столик заказал. Спасибо, но давай лучше завтра. Сегодня я хочу обыть сильнее. Понятно. День Остался словно тенью. День Заспилась на мгновеньях Все Мы верили в надежду То, что будет Всё, как прежде Мне Быть может, не хватило сил За это ты меня прости И поверь Любимый мой Ты Иди ко мне Хотя Во сне Прочь Ночь Нет Ты не можешь уйти Нет Ты дорогу найдешь Свет Оборвался в пути Нет Ты придешь Нет Ты не можешь уйти Нет Ты дорогу найдешь Свет Оборвался в пути Нет Ты придешь Боль Осколками на сердце взгляд Увидеть Увидеть и согреться нам Быть надо только вместе Но Всё так же Нет Извести Я Готова в жизни всё отдать Чтоб снова слышать голос твой Целый век Я Я Я Буду Ждать Знаю Ты Опять Придешь Ко мне Прочь Ночь Ночь Ты не можешь уйти Нет Ты дорогу найдешь Свет Оборвался в пути Но Всё равно Ты придешь Нет Ты не можешь уйти Нет Ты дорогу найдешь Свет Оборвался в пути Нет Ты придешь